Информатизация всему голова. Однако в конце прошлого года обезглавленными оказались десятки правительственных сайтов региона. Это и многое другое во вторник прокомментировал начальник вновь созданного департамента развития информационного общества Ивановской области. Сайты департаментов, рассказал Дмитрий Косарев, повисли из-за неполадок с сервером, на котором и хранились данные. Произошло, так скажем, аварийное отключение оборудования серверного, на котором находилась площадка с сайтами органов власти, в результате которой оборудование очень сильно пострадало и информация была утеряна. Данные восстановлению уже, скорее всего, не подлежат. Однако руководство региона ищет пути выхода из неприятной информационной ситуации. Руководством принято решение о создании более современной, более совершенственной площадки. Однако, когда новая площадка будет создана и уж тем более начнет функционировать, неизвестно. Пока временно документы органов власти региона будут размещаться на чудом уцелевшем сайте правительства. Прокомментировал Дмитрий Косарев и недавнюю ситуацию с очередями в соцзащите. Напомним, ажиотаж случился 12 января, когда из-за сбоя системы, не сумев подать заявление на предоставление путевки в летние лагеря, родители устроили давку в департаменте соцзащиты. Впереди электронная запись в школы. Не случится ли чего-то подобного? На данный момент есть большая доля вероятности, что никаких технических сбоев не повторится, потому что принято не только, так скажем, технические мероприятия по недопущению таких сбоев, но и организационные мероприятия. В чем они заключаются? Все значимые школы города Иваново, потому что основной поток заявлений ожидается именно в городе Иваново, разведены по дням. Так нагрузка на ресурс будет значительно снижена, уверен начальник департамента. А в остальном все хорошо. Все основные порталы работают исправно. И в 2015 году планируют расширение ряда оказываемых населению электронных услуг. А еще готовится к разработке новый портал – ГИС ЖКХ. Целью создания этой системы является консолидация необходимой информации в сфере жилищно-коммунального хозяйства, пользователями которой станут как органы власти, так и обычные граждане. В стране наш регион станет одним из двух пилотных по созданию и внедрению этого ресурса. Ну и, конечно, не оставил без внимания ньюсмейкер ситуацию с автоматической фиксацией нарушения ПДД. Здесь показатели внушительные. Крис П. не стоят без дела. На конец прошлого года с применением системы фото-видеофиксации было выявлено около 428 тысяч правонарушений, по которым выписано постановление о правонарушении на общую сумму более 152 миллионов рублей. Но есть у департамента для автолюбителей и хорошие новости. В 2015 году планируется создать единую информационную базу платежей. То есть оплату штрафов или госпошлин больше не придется подтверждать квитанциями. Вся информация о них будет содержаться на специальном интернет-ресурсе. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.